Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Книга Бытие. Третья глава, двадцатый стих. Так называемая Тора. Пятикнижие по-еврейски. И нарек Адам имя жене своей Ева, и она стала матерью всех живущих. Вот первый раз человек читает, что тут скрыто? Откуда ему было знать? Ян Татаус говорит, что у Адама был дар пророчества. Он животных называл, соответственно, тому, кем они должны быть. Ну как называть? Вот у нас есть две птицы, которые прямо вора-бей, вор-бей. Прогоняем, он все ворует. Ворона, ворона. И вот когда к аборигенам приехали в Австралию, и увидели первый раз, скачет зверь на двух ногах. А тут мешок. В кармане выглядывают животные. До того удивился и спрашивает, вот сене. А тот отвечает, кенгуру. Он записал, кенгуру. А когда разобрался, уже прошло время, он говорит, я вас не понимаю. На их языке. Я вас не понимаю. Вот Адам понимал, он назвал ее Ева. У нас по-русски Зоя. Это жизнь. Вокруг мертвая тишина, говорят. Поговорить не с кем. Животные они. Почему ей сотворил Господь породу и подобие ее? Ева думает, что у ней дальше будет. Рождает Каина. Каина, она называет так, приобретением. Ведь надо понимать, даже не знав, из чего жена. Что будут дети. Это все тайное было. И вдруг ребенок появляется. Приобретение. Второй ребенок является Авер. Видимо, с продуктами, я так уже думаю, трудно было. Она назвала суета. Суета. То есть сколько с пеленками водится, то другое. Она была более свободная. Ну и так скажи, сколько отнимается. Это перевод. Вот у нас, если разбираться начинаешь, есть три имени, которые отмечают. Которые под великим сомнением, их и не было. Это все уже сегодня понимают, которые считают, житья святых. Вот мы говорим, Иван. Ну что Иван? А почему так часто Иван? Иван да Мария. Я говорю, как? У меня русское имя Иван да Мария. Иван и Мария это еврейские имена. Иван прямо Божие благословение. И оно встречается в святце 105 раз. Каждый третий день Иван. Почему немцы кричат, рус Иван, сдавайся. Как будто все русские Ивана, а не только. Мария. Мария встречается 20 раз. Но есть такие имена, которые встречаются один единственный раз. 30 сентября. Догадайтесь, кто это. У кого 30 сентября день рождения. Если имеет значение, это когда по святцам. Святцы, которые у нас в журнале печатают каждый год, они несут в себя определенную нагрузку для нас. Родился человек, вот к нам она приезжала, Еленина дочка. Ну видно, что вот-вот она у нас родится. Ну и говорит, родился богатырь 65 сантиметров, 4 килограмма, 250 грамм. Ну как его назвать? Я советую. Библейские имена не требуют приобщения к какому-то числу. Никто не знает. Поэтому назвать Адамом, а такие есть имена сейчас Адамом, можно в любой день. А на какой день рождается, надо смотреть, как его назвать. Святые, которые после этого были. Я советую, назовите его Ездра. У нас уже один Ездра есть. В Казани. Вы хотите знать, кто такой Ездра? Это единственный человек за всю мировую историю, который сделал великие дела. И ни одного за ним прегрешения нет. И сэркопь его не признала как будто. И я нашел ответы на это. Потому все время смотрел, когда было, кто канонизировал, почему. Потому что, вот по пальцам загибая, кто это сделал? Мы говорим, Библия это главное, по ней Бог будет судить. Мы считаем Слово Божие. Ездра собрал книги Ветхого Завета. Этому уже никто не может сделать. Он автор трех книг. Первая. Здесь находится с нееми рядом. И две вне канонических. Вторая и третья. Прекрасные книги о будущем. Значит, в Библии он имеет такое отношение, которого ни один человек на земле не имел и не может иметь. Дальше. Он выводит народ из плена. Близкие отношения с тогдашим императором. Он так сердце отпускает. Соседи против. Работают как? В левой руке там у него винтовка. В правой там молоток. Или чем он работает? Камнями. Соседи решили уничтожить, убрать. Жалуются. Он отбивается от них. И главное, ни одного не убил нигде. Дальше. Стали разбираться. Оказывается, они там поженились на иноземках. Ну, они комсомолки красивые. Когда пришли сюда, он увидел, что семя Израилева рассыпалось. Наполовину говорят на одном языке, половина на другое. Ну, так как в этих семьях и есть. И он тогда объявил всемирный развод. Вот сегодня, допустим, живут дети. Вдруг приходит какой-то священник, митрополит. И сказал, неправильный брак. Она какой-то нации. Ну, христианка, она приняла. Неважно, разойтись. Что тут будет? Даже вот на маленьком счастле людей, естественно, это не сделать. А это надо было для всех, которые вышли. Тысячи людей. По-хорошему просились с тестями. И вдруг целая каравана. Дали они им на дорогу, конечно. А почему? Что случилось? Она ответить еще не может. Вчера только были вместе. Сегодня сказали нельзя. Как нельзя? Да мы же в ЗАГСе были. Нельзя. Я на сегодняшний язык перевожу как. Как вы посмотрели? Это единственный раз. Больше никто не делает. Он отстраивает город. Вот перечисляю, что это только за ним. И нигде, ни разу, ни одного прегрешения. Мы считаем Псалтырь. А за Давидом два смертных греха. Своих там около десятка жен. Войска на фронте. А он на крыше порагуливается. С соседним двором. К саду увидел женщину. Она такая же. Но я царь. Привели. И что дальше? Она... Грех не сокрылся. Грех растет. И тогда, что он вызывает его с фронта. Вы знаете, кто? Чтобы напойте вином. Чтобы он хоть одну ночь переночевал. Чтобы думал, что от него. А он... Напоили его. Он никуда не пошел. У царствий в двери остался. Все воюют. А я буду дома с женой любоваться. Нет. И вот понял. Ничего нельзя сделать. И пишет письмо. Я, военачальник, у маршала. Поставьте на самый опасный участок. Бросьтесь в атаку города. Поднимайтесь. И когда он выше всех поднимется. Он герой был. Сразу бросите, отступите. Он один останется. И убил его. А то Библия сохранила. Почему меня привлекла сразу эта книга? Она ничего не скрывает. Два смертных греха. И Господь простил его. За ездрой ни одного... Никакого вообще прегрешения нет. Я еще не все называю, что за ним было. Но самое главное уже видно. Вот я посоветовал молодого человека, который у нас прибыл в той общине, назвать ездрой. Самое-то страшное, что его нету в канонике. А почему? Потому что монашество никогда не было на стороне Библии. Неправильно переведенной разными путями. Библия вообще у православных не авторитетная книга. А он это собрал. И они его в списке нигде не закрыли. Нигде нету. Но наш батюшка, помоги ему Господи, одного крестил. Вот недавно такая Девора была здесь. Она армянка. Вот здесь приняла крещение. Анаид. А почему Девора? Батюшка стал тогда все календари перебирать. И на одном... Нашел в одном есть. Это единственная пророща Советом Завета, которую слушали все генералы. Все военачальники. Нужно освободить страну. Она говорит, Бог открыл, ты будешь главной. Сразу присылает ему звание. Ну, я не пойду. Почему? А там такие фушки стоят. Да у них там такое оружие. Пойдем с нами? Она говорит, если я пойду, то главного врага припишет, другая убьет, женщину убьет. Да не надо нам награды никакой. Иди с нами. Где она, там полная победа. Девора. Вот у нас сестра одна принимала крещение. Она из Германии. И рождается ребенок. Я так хочу, чтобы ребенка назвать Девора. А муж сириец против. Но она все-таки настояла. Поэтому мы должны смотреть, что написали святые отцы. Вот я свою биографию знаю, сколько мне говорят. Когда я родился? В субботу. В 1939 году. В 28 мая по старому. По новому 10 июня. И крестил. Это беспопомский. Старобрядцы. Мурзин. Отец Терентий. Кто-то жил. Но в Рыбке. Родители рядом стоят. Их никто не спрашивает. Там было, кажется, 4 имени. Он назвал Игнатием. Но не в этом дело. Переводится как два перевода. Первый незнакомый, неизвестный греческий. И по-латински огненный. Вот серопимая, это огненная. Но дело в том, что в этот же день Евтихий. Евтихий вообще мало встречается где. Ну может около 10 раз. Игнатий там 14 раз. И Евтихий будет нашим епископом 13 лет. В один день сошлось. Просто случайно не может это быть. Я вот прожил 84 года. Еще ни разу не встретил мужчину, к которому обратился защебный. Телефон здоровался. Здоровый, Игнатий. Никто в Игнатия не встретил. Ну никуда. У меня есть такой один ролик. У меня вокруг близких 40 Владимиров. 40. Мэр города Владимир Николаевич. Он погиб на его место, его зам. Владимир Николаевич. Я в тюрьме там помогаю. Начальник Владимир Николаевич. Пошел в администрацию города Владимир Николаевич. Который поближе тут все. 40. Ну у нас деревня-то какая тут? Три, кажется, двора. Три Владимира. Как это так? Почему люди вообще не хотят смотреть, что нам написали святые отцы? У нас тут рукополагали, епископ, в чтецок. Четыре чтеца, все Игори. Ирика до Игоря Владимировича два. А что такое Игорь? Игорь это скандинавское имя. Там божество одно такое есть. Вот по-гречески он защитник. А у них так вот. У нас патриарх Кирилл, это сирийское имя. Так. Означает солнце. Видите? Переводы есть какие. Вот Сергей там, это высокородный, там почтенный. Они почти одинаково с Евгением переводятся. Ну вот я о чем говорю. Есть такие имена, как вера, надежда, любовь. И мать их София. Я сегодня еще заново все перелопатил. Узнал, в каком году были. В это время Адриан был царь. Не царь, он называется император. В Риме. И с 117 по 138 год он царствовал. О нем настолько положительные историки пишут. Когда пришел к власти, ну они все завоевывали везде. И везде накладывали оброк. И он везде погасил налоги. И все страны, которые покорены были, они его любили. В это время Армения заявила о своей самостоятельности. Вот пускай живут самостоятельно. Вещь невероятная. И никакой веры, надежды их не было. А почему? А они их пишут спустя 1600 лет. Почему раньше не было? Больше нигде нету. Ни разу они не встречаются. Это качество человеческое. У человека есть вера. Есть надежда, есть любовь. Вера изображается как крест. Надежда, якорь, любовь, сердце. Изображена так. Вера, надежда, любовь. А мать София. София переводится в вода. Философия. Любитель мудрости. Философия. Мать София. Я когда просчитал про это, думаю, какая-то ошибка. Стал смотреть исторические данные. Все сходится на то, что не было их таких. А как же они? Ну, на них не повлияют. Сейчас как, говорят, вера, она живет. У нее веры никакой нет. Это название-то дает. Я вот смотрю, как давали имена. На восьмой день, если бы через год, еще видно было бы настроение. Вот только идет кифа. Христос увидел его, говорит, ты камень. Переводит на язык этот, Петр. Сам он был. Назвали Павел. Почему? А Павел означает малый. Это из скромности он самый великий апостол. Малый другого перевода нет. Я специально данные кое-какие взял. Так. Яков 2,7. Я насчитывал жития святых. Все 12 томов. И еще второй, третий том на столе книги священнослужителя. После Дмитрия Ростовского еще новые святые были. 147. Ну и делаю соединение. Смотреть, когда были, какая причина. Почему так много. Ну, старее даже в России было. Александр I, Александр II, Александр III. Ну, почему на Александра-то сошлись-то? Имен-то сколько уже? Николай I, Николай II. У католиков там бывает 15-й венедикт. А имен-то сколько? Мужских 750. В среднем их больше-меньше бывает. Женских 250. И вот какие храмы? Сколько? Ну, ангелы, архангелы 9. А храмы только в честь одного называют. Архангела Михаила. Я как посмотрел, пересчитал, сколько за рубежом храмов, в честь кого, используют всего 5%. 5%! Ну, представляете, что если бы мы знали-то все, сколько людей-то мы взяли бы к себе помощники. Празднование святого Златоузга, это подражание ему. Я как-то видел передачи в Барнауле, роса такая. Ну, я даже по именам стал говорить. Тогда был Борис, Владимир, ну и Геннадий Зуганов. Ой, сколько звонков было. Наконец-то, Зуганов, хоть хорошо заговорили. Да я не поминал даже, я говорю, что означает Геннадий? Имя его какое? Нет, вы про него сказали. То есть, люди ассоциируются с поведением их. Если у вас были родственники какие, вы посмотрите, соответствуют они этому. У меня полностью сошлось. Евтихий означает счастливый, а у меня отец Тихон, приносящий счастье. Как будто бы кто-то специально подогнал. Мы хотели получить храм, там, обсерватория, в Мелажевом комбинате, в парке. И сколько они узнавали, никак не могли узнать, что там было. А они туда не уходят. И, наконец, сказали, они туда уйдут. Это был Крестовозвишенский храм. А у нас как раз Крестовозвишенская. Вот дальше это говорит. Я нашу историю там в архивах Роести нахожу. У них был священник и назывался Игнатий Тихонович. Что Игнатий да Тихонович, это на миллиард даже не найдешь, наверное. Даже имя одно я не могу найти. Вот у нас по графику называли, по графику называем здесь. Старший у меня брат был Самуил. Почему? У матери не было детей, Анна, мы считаем. Она выпросила у Бога. И он называет выпрошеный у Бога сам и Ил. Ил это Бог. Михаил. Никто как Бог. Если Ил на первом месте, Бог на первом месте. Илья. Бог моя крепость. И все еврейские имена. Ил. Ну, люди, это не знают. Я говорю, а у тебя какое имя? Андрей. У меня чисто русское. Это еврейское имя. Означает храброе. Имена-то оттуда идут. Или я, Бог моя крепость. Пусть он будет крепостью. Бог у тебя всегда. Так, прочитаем. Иакова 2,7. Не они ли без слави доброе имя, которым вы называетесь? Вот когда люди поступают не так, как есть, у нас самое главное. Дал нам новое имя. Нас зовут христиане. Это имя позорится, когда мы поступаем не так, как должно. А как? Да вот этот. Называют там Иисусиком по-другому. Человек в школу пришел. Вот из маптистов я знаю. Ну, вон из другой местности. Что узнали, как у него. День только прошел. Учитель замечает что-то неладное. Он что-то приносит. Быстро выявили. Он говорит им о Христе. А запрета никакого нет. Говорит-то. Девочка одна тут появилась такая. На одни пятерки учится. Дух приходит одна. На двойка вторая. С матерью приди. Она пришла. Матерь говорит. А как так получилось? А она матери говорит. Вот считаем лампочка какая-то. Ильича. А какое отношение к лампочке имеет? Христос дал свет. Христос дал изобретение. Учительница говорит. Да ты это стихотворение можешь рассказать? Она рассказала. Сразу пятерку поставили. Ну, учительница. Ты же могла спросить-то ее. Она пятый или какой класс. Но она твердо держится. Правда. Это родители так воспитали. Это все нам дает пример Господь. Просчитаем еще одно место. Бытие 5.2. Не по порядку. Смотрите об именах сколько мы находим. Слово на об именах упоминается 489 раз только в именителем падеже. То есть тысячи раз. Как имена сейчас в истории зазвучат? Бытие 5.2. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек в день сотворения их. По-русски как говорится? Щело это лоб. Щело в век. Не живи сегодняшним днем, а живи для вечности. Это не трудно догадаться. Что у нас богатый русский язык и как он многое нам показывает. Как должно быть? Бытие 17.5. Сейчас мы даем до откровения и вы увидите, как на этом имени будет играть дьявол. Бытие 17.5. И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. Одну букву подставили, и Бог ему говорит, отныне ты. То есть это награда какая-то. Авраам означает странник. Ну, по-нашему, Богу же гуляет, я не знаю. А Авраам отец множества. Ну, мы же верим, это русские, татары, узбеки, кто бы не верил. Одна буква меняет все. И поэтому, знаете, как именно у нас Иван, Иоанн, Йоганн, Джонн. Это все оттуда идет. Как на разных языках звучит. Мы говорим Яков, по-английски Джеймс. Ты не догадаешься даже, что это Джонн. Дальше. О Христе встречается 983 раза. Так, вот откуда, я думаю, в монахине есть, которая называется Сергия, Михаила. Ну, нет таких имен. Вот Дионисий, есть такое имя, Денис по-нашему говорится. А как так? Дионисий это греческий бог. Но его назвали родители тогда, когда были. Но он обратился. А имена-то какие были советская власть началась? Октябрина, Тракторина. Ну, а если бы она уверовала, казнили, сейчас бы святца была записка Тракторина. Очень просто было. Не выбирали. Он до конца устоял. И церковь признала его святым. Как говорится, канонизировали. Так. Вы помните, когда наступило время называть рожденного у Захарии Селесовета сына? То решили все, как отца. Захария. А Захария означает память Божия. А он попросил дощечку, ибо не имел. И написал Иоа. Иначе мы бы по-еврейским меркам, ну как отец, как у нас Владимир Владимирович. Ну как будто бы нет имен. Да имен-то сколько красивых. Я знаю в правительстве советском был один Климент Ефремович. Ни Климентов, ни Ефремов нигде нету. Вот я говорю. Брат Самуил, меньше меня Иоаким. И батя говорит, когда учился на семинаре, только скажет одно слово Яким. Все знают, с Алтая кто приехал, там экзамены сдавают. Вы называйте как есть. Вот у нас здесь есть ребятишки. В Орлахам, какие чудные имена. Попадутся Захарий, Евтихий. Ну и дальше перечисляются. Какие имена-то все. Почему? Видимо, брали, давали посвяться. Эти имена, как музыка звучат. Вот когда показывают фильм, там у мусульман. И как девочку зовут? Она учительница, ну айша. Айша, она пятерых осмотрела, как у нас по теряевке. Было пять коров только и все зорьки. Ну фантазии никакой нету даже. Ну почему ее как-то более ласково назвать зорькой, там расцвет или где-то. Так и имена. Да, хотелось бы так. Так, а что означает тогда Девора? Девора означает пчела. Она носит мед. Но она и жалит при том. И может эти качества больше будут. Но она теперь везде подписывается. Тотойка уехала и везде Девора, Девора, Девора. Это благодарение батюшке. Он старательно смотрел, искал и нашел. Но тем более в Библии это все есть. Я к чему говорю? Знать своего святого, подражать ему. Это такая тема, когда я ввел занятия в 13 школах, в 5 институтах. И в конце спрашивал, как зовут там. И начиная отвечать. Тут тогда все руки поднимают. Мое имя такое, скажи. Не один раз бывало. Запутают. Ренат. Ну нет у нас такого имени. А если бы был священник, скажите, я недавно дом крестил, назвал и Роман. Ну Роман рожденный в Риме. Имена других. Вот у нас тут был один. И у него вся родня, все немцы. Вы знаете. Эдуард. А у нас нет такого святого-то? Я не знаю почему, но брат выбран им на Севастьян. Видите, как ему нужно знать Севастьяна. Как его пытали. Как его стрелами всего кололи. Убили. Это образ для нас. Итак, теперь мы прочитаем несколько мест из Священного Писания, которые нам покажут. К чем закончится? Откровение 2.17. С именами что будет? Откровение 2.17. Вот как. Никто не знает. То есть у нас будет другое имя, если мы до конца будем верны Богу, избранные Богом, которые Господь называет Святыми. 13.17. Апокалипсис. Откровение. Новое имя, написанное на камне. Это образно все надо понимать. Откровение 13.17. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени его. Надо быть очень осторожен с именами. Имя зверя. И оно будет начертанием. Мы заранее сегодня, каждый день молимся об этом. Ну а как имя узнать? Ну придет он. Думаю, что три шестерки там будет все-таки в этом имени. Я однажды сказал, когда сидели в камере, а там такой был математик, преподаватель аэродинамики второй группы космонавтов, Лозин. Я ему сказал, он все имена из Библии ему прочитал, которые знали, он так и повесил имена, такая память. И он математика эта, нашел три имени, ну двойные имена, 666. Никогда не думал, что где-то можно сделать, а у него как компьютер работает. Нигде не пишет ничего, и говорит, вот еще два имени, которые слагаются вместе. И 19, 12. 19, 12. Откровение 19, 12. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много теодин. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Его с большого буквы? Да. То есть, мы знаем Иисус, переводится по-еврейски, Иешуа, спаситель. Спаситель. Помазанный. Иисуса был Иисус Набин, Иисус Сын Серахов. То есть, это имя было распространенное довольно. А вот Саул-то, когда самоубимство, его не было нигде больше. Пока Саул и Сабл одно и то же до Сабла не дошло. Это сколько времени прошло. Время показало, теперь можно назвать. У нас есть имена такие, которые, ну, при обережении. Вот он родился, ребенок, я так предполагаю. Ну как? Да Сухой родился совсем. Как? Его назвали Сухой, переводится Марк. С еврейским. Марк. Другого имени перевода нету. Марк Сухой. А вот у других народов, я разговаривал с ними, они говорят, ваши имена хорошие, вас Бог сохраняет. А наши, ребенок, только родился и уже никуда не годный. А почему? Да потому что шайтан-то, дьявол, любят его. А как, как говорится? А мы ему имя даем такое, чтобы дьяволу было неудобно отхода от собаки. И тогда он отогнется. И приходят к христианам, крестят, а сами не верят. Ну и когда разобрались уже в возрасте-то, ну и признали недействительным это крещение. А не только для того, чтобы дети жили. Вот это все исторические данные, и каждый в них, и в свое имя, тогда будет иметь это большой ответ. Соответствуешь ли ты этому имени или нет? Я полностью соответствую. Потому что я не знакомый. А кто вы? А как? Это вы, кто вы, баптистом, или кто-то называет католик, или мусульманин? Нет. То есть неизвестно, пока дальше не начинаешь разговаривать. Тебе Господь дает сегодня большие знания в Святой Библии. В Святой Библии. Время Господу действовать. И помоги нам, Господи, быть подобными тем святым, в честь кого мы названы. Я назван в честь Игнатия Ростовского Чудотворца. А вот бывает так, что если нужна какая-то там монашество принимает, тогда имя меняю. А вот Алексей Ридигер, второй, он не менял. В честь одного Алексея был назван, теперь только я в честь другого. Меня говорят, а я бы имя свое заменили или нет? Я бы в честь Игнатия Богоносца был. Милостью Божией нам Святая Библия открыла. Нет плохих имен. Есть плохое исполнение того, что положено. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Иринеев, четвертый ребенок, Исаля. Спасибо.